В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпает. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Финансирование бесплатных школьных завтраков, групп продленного дня и ряда льгот. Депутаты обсудили проект бюджета на будущий год. Алгоритм действия при ДТП и новые правила парковки для инвалидов вступили в силу изменений в правилах дорожного движения. Новогодние приключения сказочных героев, театрализованные представления в ДК «Авангард». Далее расскажем обо всем подробно. Депутаты в очередной раз вынесли на сессию проект бюджета 2019. В первый раз его рассмотрение сняли с повестки. Документ был доработан, его вновь обсудили на заседаниях думских комитетов. Спорными пунктами бюджета стали отсутствие финансирования бесплатных школьных завтраков, групп продленного дня, а также ряда льгот. Что изменилось в проекте, расскажем далее. В полном объеме сохранить льготы для инсулинозависимых больных с сахарным диабетом, предусмотреть поддержку на приобретение жилья молодым ученым и как минимум до конца учебного года оставить бесплатными продленку и школьные завтраки. Такие требования к проекту бюджета выдвинули депутаты и часть предложений в администрации поддержали. В частности, диабетики с нового года продолжат получать все те льготы, которые у них есть. Решен вопрос и с группами продленного дня. Этот вопрос на данный момент снят. Все остается. Не обсуждаем. Все остается, как было. То есть будет бесплатно. Финансовую поддержку на улучшение жилищных условий для молодых ученых предусмотрят в корректировках бюджета. А вот в вопросе школьных завтраков пока найти взаимопонимание не удается. Депутаты продолжают настаивать. Бесплатное питание для всех учащихся необходимо сохранить как минимум до конца мая следующего года. Оставить завтраки всем категориям без изменений, без адресности до конца учебного года. И за это время проработать все варианты адресности. И, собственно, как бы с 1 сентября 2019 года внедрить эту систему, проработанную со всеми родителями, со всеми департаментами, депутатским корпусом, собирая общественное мнение по данному вопросу. В администрации парируют. По новому постановлению Минфина муниципальные бюджеты не могут финансировать вопросы местного значения. Иначе лишатся дотации. Сколько с нас суммарно снимут после обчета 1 июля 2019 года? 50 миллионов даем, 50 миллионов снимем. Один из предлагаемых выходов из ситуации – максимально расширить список категорий учащихся, имеющих право на бесплатные школьные завтраки. То есть сделать этот вид социальной поддержки адресным. Глава администрации согласен на введение дополнительных категорий, о чем Сергей Григорьевич сказал. Поэтому, в моем мнении, можно увеличивать, расширять эти категории, вводимые сюда. Это понятный подход. Тем более администрация говорит, что они готовы взять на себя всю реализацию и ответственность за реализацию этого решения. Депутаты отклонили предложенные администрации проект изменений в меры социальной поддержки граждан. А это значит, что точка в споре о сохранении бесплатных школьных завтраков пока не поставлена. Судьбу же главного финансового документа города народные избранники решат уже в четверг, 27 декабря. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Получение взятки, злоупотребление полномочиями, подкуп, либо иное незаконное использование должностного положения. Ежегодно в нашей стране материальный ущерб от коррупции составляет 10% от суммы общего ущерба всех преступлений. В администрации прошло заседание комиссии по противодействию коррупции в Сарове, на котором подвели итоги работы с муниципальными служащими по профилактике правонарушений в этой сфере и утвердили планы на будущий год. Подводя итоги уходящего года, в администрации отчитались о выполненной работе по профилактике коррупционных правонарушений. В этом году знание чиновниками законодательства проверялось на аттестациях и экзаменах. Но не обошлось и без нарушений. В 2018 году проведено одно заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов. По итогам которого к дисциплинарной ответственности был привлечен один муниципальный служащий за несоблюдение требований к служебному поведению. Порядок приема в спортивные секции, творческие объединения, бесплатное обучение и платные услуги в учреждениях дополнительного образования, проверка арендованных помещений. Директор департамента по делам молодежи и спорта рассказала о том, как организована работа по профилактике коррупции в молодежном центре, клубах по месту жительства и спортивных школах города. На родительских собраниях в этом году была рассмотрена тема запрета «Дарите и получать подарки». В преддверии новогодних праздников эту тему еще раз освежили. Но профилактика коррупции проводится не только среди педагогов и родителей. Подрастающее поколение активно занимается изучением этой проблемы и включается в работу по профилактике коррупционных нарушений. В период летней кампании в лагерях труда и отдыха с несовершеннолетними гражданами были проведены серии деловых игр на эту тему, коррупция это, ну и размышления на эту тему и что нужно знать о коррупции в целом. В завершении заседания комиссии утвердили план работы по противодействию коррупции в Сарове на 2019 год. Елена Грецкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровский драматический театр продолжает проект «Везде театр». Первый спектакль показали в стенах городского музея. Второй спектакль эскиз будет показан в Молодежном библиотечно-информационном центре 17 января. Его поставят по пьесе Ярослава Полинович «Свой путь». Главных героев сыграют Елизавета Казачкова и Евгений Цапаев. Детско-юншеская спортивная школа ИКАР приглашает саровчан с пользой для здоровья провести зимние каникулы. Бассейн «Дельфин», тренажерные спортивные залы, футбольные поля на ИКАРе начнут работать со 2 января с 7 до 20 часов. Каток на стадионе в праздничные дни открыт ежедневно с 11 до 15 и с 16 до 20 часов. В новогоднюю ночь на лед можно будет выйти в час ночи. Следующий сеанс состоится уже в 16 часов 1 января. В декабре вступили в силу изменения в правила дорожного движения, согласно которым исключена обязанность водителя устанавливать знак шипы. Скорректирован порядок действий на месте ДТП, а также уточнен перечень документов, которые водитель должен иметь при себе и по требованию сотрудников ГИБДД передавать им для проверки. Новые правила коснулись транспортных средств, управляемых инвалидами, а также перевозящих инвалидов. Подробности далее. Если раньше право парковаться под знаками «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена» подчетным и нечетным числом, было только у инвалидов первой и второй групп и граждан перевозящих детей инвалидов, то теперь к ним добавились инвалиды третьей группы. В зоне действия дорожного знака «Парковка», «Стоянка» с табличкой «Инвалиды» могут останавливать также транспортные средства инвалиды третьих групп. Здесь же по аналогии с предыдущим моментом. Раньше было только инвалиды первой и второй группы и дети-инвалиды. В этот перечень добавились инвалиды третьей группы. Изменения коснулись и желтого знака «Инвалид» на стекле автомобиля. Некоторые водители оформляют специальный индивидуальный знак, на лицевой стороне которого указывается порядковый номер и дата выдачи. На оборотной стороне данные инвалида, а также номеры серии документа, ее подтверждающие. Со временем всем автомобилистам, имеющим инвалидность и перевозящим инвалидов, придется заменить прежний знак, купленный в магазине, на специальный, зарегистрированный с персональными данными. Не обязательно наличие именного знака. Можно этот знак купить в любом автомобильном магазине. В соответствии с основаниями, которые предусмотрены, установить его на транспортное средство и также им пользоваться. Не обязательно получать именный знак. Пока требования правил дорожного движения такие. Последние изменения в правилах дорожного движения коснулись и действий водителей при ДТП. Кардинально нового не произошло. В постановлении лишь обобщили и конкретизировали алгоритм поведения участников аварии. Если при ДТП не пострадали люди, а ущерб нанесен только автомобилям, водителям необходимо сфотографировать положение машин на проезжей части, после чего убрать их с дороги. Следующий этап – выяснить, нужно ли прибегать к помощи сотрудников ГИБДД. Если они, в соответствии с федеральным законом номер 40 Абасага, имеют право обратиться по прямому регулированию убытков по Европротоколу в страховую компанию напрямую, то обращаться в полицию не нужно. Обойтись без участия госавтоинспекции можно в случаях, если в ДТП пострадало не больше двух автомобилей, оба водителя имеют действующую страховку, а ущерб от аварии не превышает 100 тысяч рублей. Если хоть один пункт отсутствует, следует обратиться в управление ГИБДД в приемные дни. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В свободное от работы время специалисты ядерного центра принимают активное участие в художественной самодеятельности, участвуют в творческих объединениях, вокальных студиях и готовят для зрителей интересные спектакли. В ДК «Авангард» прошло театрализованное новогоднее представление. Юные саровчане и их родители отправились в увлекательное путешествие и пообщались со сказочными героями. У Надежды Молчиновской перед началом новогоднего представления сразу несколько поводов для волнения. Во-первых, у нее одна из главных ролей. В постановке она играет «Красную шапочку». А во-вторых, этот спектакль для нее – актерский дебют в любительском театре коллектива «Дома культуры «Авангард». Есть, конечно, некоторое волнение, потому что хочется, чтобы все получилось так, как оно есть, по сценарию, и чтобы дети остались довольны. Роль «Красной шапочки» Надежды досталась не просто так. В повседневной жизни девушка, как и ее героиня, добрая, отзывчивая и жизнерадостная. Ее визави по спектаклю Лариса Шадрина. Ей досталась роль лисы. Играть отрицательных персонажей Ларисе нравится больше всего. Во-первых, очень люблю эти роли, потому что это самые яркие герои, во-первых. Красиво одеты всегда, привлекает внимание детей. Очень мне нравится, что дети реагируют сначала отрицательно на этих героев, просто их не любят, потом наступает всепрощение. Лиса, которая играет Лариса Шадрина, получилась властная, хитрая и умная, поэтому и руководит всем процессом. Некоторые черты, вложенные в характер этого персонажа, у Ларисы проявляются и в повседневной жизни. Все почему-то во мне видят этого героя, как правило. Не знаю, наверное, я и сама как-то такая, очень энергичная, как бы, скажем так, люблю подвижность, вот это все. Во-первых, очень громкий голос у меня, это тоже, конечно же, соответствует этой роли. С первых минут спектакля дети и их родители стали полноценными участниками постановки, разгадывали загадки, танцевали с героями и пели песни. И все это радовало не только малышей и их родителей, но и самих артистов. С удовольствием ждем именно новогодних вот этих представлений, потому что сами впадаем в детство, сами с удовольствием репетируем, вводим хороводы и для нас тоже это замечательный праздник. Для детей и родителей время, проведенное на спектакле, пролетело как один миг. А лучшие награды для выступающих артистов стали искренний детский смех и бурные аплодисменты собравшихся. Утренники в детских садах, дискотеки в школах, корпоративы на работе и, конечно же, семейное торжество. Новый год – это праздник для всех от мала до велика. Участники общественной организации «Совет ветеранов» встретили Новый год с любимыми песнями за чашкой чая. Подробности в следующем репортаже. Сюрпризом для пенсионеров стало появление Деда Мороза. Зимний волшебник приготовил для бабушек и дедушек загадки и шуточную викторину. А самым находчивым вручил подарки. Будем веселиться, мы играть не будем в прятки. Яркую концертную программу подготовили артисты ансамбля самодеятельности «Улыбка». В этот раз темой небольшого концерта была зима и Новый год. Вокалисты исполнили русские народные композиции и хиты советской эстрады. Многие зрители в зале подпевали, когда звучали знакомые мелодии и песни. Как ветки бараночки, словно ели не старши. Коллектив самодеятельности традиционно выступает на праздниках в Совете ветеранов, а также участвует в различных конкурсах и фестивалях в городе и области. И уходящий год не стал исключением. Дипломы и грамоты ансамбля заняли достойное место в Совете ветеранов. Просто, коротко если говорить, в мероприятиях, вот такого типа мероприятий, на тех мероприятиях, где наш ансамбль «Улыбка» выступал, мы таким образом фактически охватили около 4 тысяч человек. Поздравить пенсионеров с наступающими праздниками пришли представители городской думы и администрации. Напомнив о важных событиях уходящего года, они отметили активную жизненную позицию саровских пенсионеров, поблагодарили ветеранов за их многолетний труд и пожелали оставаться такими же энергичными, здоровыми и крепкими духом. Хочу всем вам в новом году пожелать здоровья, благополучия вам, вашим близким. Пусть хорошее настроение вас никогда не покидает. Праздничный вечер с любимыми песнями, беседами, за чашкой чая и развлекательной программой стал для гостей приятным подарком к Новому году. Так как самое главное для пожилых людей – это душевное общение и чуткое внимание к их проблемам. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok